Алексей Ситников. KarmaMagic. Вместо предисловия. Главный принцип, отражающий суть международного краудсортингового проекта KarmaLogic, можно сформулировать так. Наша судьба в наших руках. Именно поэтому наш проект объединил вместе сотни тысяч людей со всех континентов. Все они, вне зависимости от возраста, пола, места проживания, религиозной принадлежности или культурной идентичности, готовы взять на себя ответственность за свое будущее. Уверенность в том, что только мы сами, хозяева своей судьбы, способны мобилизовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы и помочь справиться с любыми испытаниями, даже если пока не все идет гладко, и окружающая действительность настойчиво пытается диктовать свои правила. Успешность, полнота самореализации и сам смысл нашей жизни во многом зависит от того, насколько успешно мы будем владеть четырьмя слагаемыми управления судьбой, каждому из которых будет посвящена одна из книг проекта KarmaLogic. Во-первых, содержание, качество нашей жизни напрямую зависит от того, насколько верно мы понимаем устройство мира, в котором мы живем, его глобальные закономерности и от того, насколько точно мы им следуем. Это 54 универсальных кармических закона. Они были представлены в первой, одноименной книге проекта KarmaLogic, регулирующих нашу жизнь, помогающих достичь гармонии во взаимодействии человека с природой, другими людьми, со всем, что его окружает. Часто, мы сами того не замечая, нарушаем равновесие, и тогда происходящее после этого и вследствие этого события являются всего лишь попыткой восстановить природный мировой баланс. В чем-то законы KarmaLogic похожи на правила дорожного движения на территории нашей жизни. Нам выгодно их соблюдать, чтобы не попасть в аварию. И чем больше людей будут осознавать и использовать эти законы в своей жизни, тем безопаснее и эффективнее станет наше общее социальное пространство. Вторая книга проекта, KarmaMagic, которую вы сейчас слушаете, раскрывает еще одно необходимое условие успешного управления судьбой, умение правильно развивать, аккумулировать и использовать имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, ресурсы личного эмпауэрмента. Под личным эмпауэрментом, английский empowerment, придание внутренней силы, мы понимаем процесс раскрытия личностного потенциала, направленный на обретение самостоятельной роли в управлении своей судьбой. Он подразумевает определение зон возможного роста в выделенных нами основных жизненных сферах – здоровье, интеллект, умения, энергия, стратегия и социум. Каждая из этих сфер объединяет внешние и внутренние ресурсы, влияющие на развитие определенного аспекта человеческой личности, а все вместе они отвечают за общую гармонизацию нашей жизни. В книге представлено не только описание каждого ресурса, но и возможность определить степень его индивидуального развития и наметить направление работы по повышению эффективности его использования. Ведь от того, насколько разумно мы используем имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, напрямую зависит наша личная судьба. Третья книга проекта «Карма Коуч» будет посвящена психотехникам личностных изменений, которые призваны помочь нам быстро и эффективно меняться, чтобы адекватно адаптироваться к окружающей действительности, полной нестабильности и уникальных вызовов. В четвертой книге проекта «Карма Гайд» мы поговорим об умении грамотно и эффективно распоряжаться своим временем. Параллельно с подготовкой новых монографий мы активно развиваем еще несколько ключевых направлений нашего проекта. Выпущено мобильное приложение «Карма Лоджик» для iPhone и Android, с помощью которого можно не только детально ознакомиться с законами судьбы, но и создать собственную конституцию, сделав «Карма Лоджик» частью своей жизни. В партнерстве с известными музыкальными группами создается оригинальная музыкальная и аудиовизуальная продукция «Карма Мьюзик». Часть композиций уже можно прослушать с помощью сервиса iTunes или в мобильном приложении. Весь объем информации доступен слушателям онлайн-курса практик «Карма Лоджик», который был запущен осенью 2019 года, а сейчас работает практически в непрерывном режиме и помогает всем желающим на практике освоить законы судьбы. За время, прошедшее с выпуска первой книги проекта, было обучено и сертифицировано около 100 тренеров «Карма Лоджик» с географией работы от Литвы до Владивостока. В процессе создания коучингово-тренинговый хаб «Карма Спейс», который призван объединить онлайн-эффлайн-специалистов в области коучинга и тренингов, а также Академия социальных технологий, для вовлечения в профессиональное общение и рабочее взаимодействие специалистов всех смежных компетенций – оргконсультантов, медиаменжеров, конфликтологов, политтехнологов, игротехников и других. Выпуская в свет первую книгу проекта, мы надеялись, что она заинтересует многих, но такого шеломительного успеха не ожидали. Ее популярность доказала, насколько близка наша мировоззренческая позиция сотням тысяч, миллионам людей с разных континентов, разных религий, языков, возрастов. Книга выдержала уже несколько переизданий, в том числе в краткой и аудиоверсии. Прочитав книгу, тысячи людей вставляли свои отзывы и делились своими мыслями, рассказывали, как менялась их жизнь после знакомства с нашим проектом. Ниже приведены только некоторые из этих отзывов. Мы очень благодарны за все отклики и пожелания, и надеемся, что и слушатели второй книги присоединятся к нашему проекту, основная цель которого – сделать нашу жизнь успешнее и осознаннее. Мы будем рады всем, кто решит подключиться не только как слушатель, но и как участник, для обсуждения законов, ресурсов, техник и проектов управления судьбой, а также, возможно, как член команды CarmoLogic. Алексей Ситников и экспертно-редакционный коллектив. Дмитрий Шепелев. Этим летом меня сопровождают три книги – «История искусства», «Гумбрих», «Италия», «Путеводитель афиши» и «CarmoLogic», проект Алексея Ситникова, «Если первые две – о вечном, кто, что, когда и куда, то последняя книга – о ежеминутном. Как? Какое счастье отключиться от повседневности и, наконец, в том числе благодаря книгам, остановиться и подумать о себе, о настоящих своих желаниях и о том, что на самом деле делает меня счастливым». Ольга Выговская. В одной книге собраны законы, которые будто вертятся на кончике языка. Кажется, ты либо читал об этом, либо слышал, либо чувствовал. Помогает выделить главное, то, что важно именно тебе в данный момент. Нет одного пути. Каждый увидит свое, и это отличает книгу «CarmoLogic» от других. Она будет полезна всем, кто не просто задумывается о том, в чем смысл жизни, а строит свою личность, становится сильнее и гармоничнее. Татьяна. Когда я впервые взяла в руки эту книгу, меня сразу поразил тот факт, что предисловия к русскоязычному изданию написаны столь известными людьми. «Ничего себе!» – подумала я. «А кто же, интересно, такой Алексей Ситников?» Ознакомившись с его биографией в интернете и поняв, насколько это разносторонний, самопытный, интересный человек, я взахлеб увлеклась чтением. Каждый закон, каждую минуту и даже каждую главу хочется переслушивать снова и снова. Вдумчиво, проецируя на себя и свою жизнь все, что там описано, с чем-то соглашаясь, а с чем-то категорически нет. Мое мнение, что Carmalogic – это не просто книга, это произведение искусства. И объективно я могу представить, сколько труда вложено в написание такого, не побоюсь этого слова, шедевра. Сколько знаний и личного опыта здесь применено. Все это лично у меня вызывает чувство глубокого уважения к автору. Я смакую Carmalogic и не хочу дослушивать. А когда дослушаю, начну сначала». Светлана Саградова. «Невероятное впечатление. Нереально серьезный, большой, интересный труд. Анализ через призму разных религий и учений с параллелями ко всем современным и актуальным знаниям. При этом изложено легко, понятно, лаконично, мудро и с очень положительной энергетикой во всем. Идея вывести универсальные законы счастливой жизни настолько крутая и амбициозная. Реализация блестящая». Анна Давыдова. Автор попробовал собрать кармические жизненные ситуации, приводя примеры из разных религий. Именно ради этих самых примеров эту книгу и стоит читать, чтобы осознать, насколько на самом деле все связано в этом мире. Если кто-то пытается найти в книге, например, в этой, решение всех своих проблем, не советуй даже пытаться, ибо только работа над собой, смена жизненной философии, настрой энергетики, а не какая-то книга изменит вашу жизнь. Еще понравился настрой книги. Нет навязывания идей, есть только повествование. Не создается впечатление, будто тебе промывает мозг очередным НЛП. Диана. Я только начала читать эту книгу. Это не художественное произведение, которое можно почитать перед сном и сладко заснуть. Каждая глава заставляет задуматься, проанализировать, прожить какой-то период своей жизни заново. Глупо отрицать написанные законы. Каждый видит под собственной призмой. Это не просто свод законов, это энциклопедия жизни. Продолжаю слушать, то есть наслаждаться этой книгой. Светвана. Только взялась за прослушивание книги. И вот что уже могу сказать. Несомненно, поражает масштаб и системный подход при изучении выбранной темы. Обработан огромный массив информации. Книга интересна как пример преломления огромного жизненного опыта автора. Заслуживает внимания, и каждый сможет найти в ней близкое, глубокое, свое. Ванакер Коум. Вас ждет 800 страниц текста. Это непростая аудиокнига с простой, понятной причиной-следственной связью. Она сложная на всех уровнях. Мысли и идеи для вдохновения, обороны библейские моменты, жизненные истории знаменитых людей и не только. Многие законы нам известны. Мы сталкиваемся с их действием в реальной жизни, и после прослушивания вы станете действовать более осознанно. Много цитат, интересных моментов. Книга подойдет тем, кто влечен законами судьбы. Готов на долгое вдумчивое прослушивание. Анна Федченко. Каждое утро я стараюсь начать с чтения книги Алексея Петровича Ситникова «Кармолоджик». Это уникальный проект. Книги 836 листов, 836 листов мудрости всех времен и народов. Это свод законов, по которым живут люди разных религий и верований. Я просто открываю любую страницу и читаю. Сегодня выпало о мечтах и целях. Оля Беляева. «Кармолоджик. Проект Алексея Ситникова. Ее, наверное, лучше слушать после того, как прослушали книги трех религий. Собраны основные законы жизни. Интересные описания. Часто переслушиваю главы. Делаю конспекты и гуглю исторические моменты или незнакомые моменты. Слушать только в собранном состоянии. Утром. Много полезной, интересной информации и выводов». Надежда Шамилова. Дочитала я «Кармолоджик». Десять четыре правила, которые ведут к успеху и процветанию. Все пятьдесят четыре совпали с моим мнением. Хотя некоторые стали открытием. В голове проносились мысли. Точно ведь. Так вот почему. А какие-то были настолько родными, что, прочитав одно название, чувствовала, что она на сто процентов верная. Удивительная книга, помогающая понять, почему все происходит именно так, а не иначе. Теперь учусь использовать карты «Кармолоджик». Fashion Free Air. И это не просто аудиокнига, а целый проект нашего земляка Алексея Ситникова, политтехнолога, доктора психологических наук, доктора экономических наук, профессора, мастера делового администрирования, MBA, тренера НЛП, вип-коуча и так далее. Аудиокнига включает в себя 54 закона судьбы, которые должны работать на любых уровнях нашего бытия. При условии, что мы их соблюдаем и уважаем. На сегодняшний день проект уникален. Он собирает вокруг себя множество участников, среди которых можете оказаться и вы. Достаточно подключиться к обсуждению на сайте karmologic.net. Эту аудиокнигу рекомендуем всем, кто хочет разгадать секрет успешного построения карьеры и тем, кто просто в поисках счастья. Лайла Кайназарова. Интересный, уникальный проект создания современных сводов правил жизни. Собран автором как сборник из священных книг, культур, религий, мысли мудрецов и подтвержденным опытом тысяч людей на один и тот же жизненный вопрос человека. Настольная книга правил жизни, одним словом, очень интересная поизучать и понять. Марина Аверьянова. Karmologic. Проект Алексея Ситникова. Интригует своей необычностью и притягивает какой-то магической силой к познанию законов жизни под новым углом. Тем, кто еще не знаком с интересами и научными трудами этого гениального человека, советую хотя бы посмотреть видеоролики по теме психологии. Что-то новое для себя наверняка отметите. Диана Ульрих. Вчера начал слушать книгу Алексея Ситникова «Karmologic». Книга представляет собой свод правил и закономерностей, которые должен знать каждый человек, который хочет быть не только успешным, но и счастливым. Искренне рекомендую к прослушиванию. Иван Богдан. Книга «Karmologic», проект Алексея Ситникова, современный нестандартный краудсординговый проект, созданный известным психотерапевтом с группой ученых и специалистом в области психологии, социологии, маркетинга. Это феноменальный свод жизненных законов и правил, которые влияют на судьбу, поведение человека, его взаимосвязь с окружающим миром и как результатом может служить гармонизацией внутреннего мира человека, улучшение его сознания на современный мир и развитие личности в целом. Главная особенность проекта заключается в уникальном подходе к формированию материала. Все 54 правила и объединены в 6 глав. Сутр. Карма. Отношения. Действия. Ресурс. Слово. Выбор. Описание законов, попытка авторов проекта объяснить всем знакомые жизненные правила простыми словами, но умело вплетены в контекст исторических фактов, представленных в дискуссии и обсуждений, стат известных людей разных эпох и современных деятелей искусства. Благодаря этому читатель с интересом для себя открывает мир фундаментальных правил жизни, по-новому понимает его принципы и в корне меняет свое мировоззрение. Книга будет интересна всем, но особенно понравится тем, кто интересуется психологией мира человека, философией, социологией и кто стремится к собственному саморазвитию. Наталья Скачко. Еще не дослушала эту книгу, совсем недавно получила, хотя вообще уже немало прослушана. Могу сказать, что в первую очередь очень интересная, более того, полезная, за счет того, что учит очень многому в жизни. Настолько нравится ее слушать, что ночами не сплю из-за Carmologic, слушаю постоянно. Хочу уже дослушать до конца, чтобы все окончательно понять. Очень сильно рекомендую эту аудиокнигу. Думаю, не пожалеете. Малдер Фокс. Очень нравятся такие аудиокниги, где можно послушать о жизни каких-либо известных людей, их поступках, победах и неудачах. Ведь если эти люди чего-то добились, то их опыт можно проецировать на свою жизнь. Также из книги можно получить огромное количество советов и ответов на те вопросы, которые давно волнуют. Илья Авдеев. Честно говоря, первый раз прослушал Carmologic и ничего не понял. Потому что слушал, где попало и как попало, практически не вдумывая смысл и не разбирая описанной истории. Из-за этого про книгу осталось не очень впечатление, и чтобы это исправить, решил переслушать ее, но уже вдумчиво и разбирать каждое слово. И вы знаете, лучшее, что могу посоветовать слушателю, это прослушать эту книгу настолько внимательно, насколько он может. Оно того стоит. Есть письма слушателя. Здравствуйте, Алексей Петрович. Хочу поблагодарить вас за такой огромный труд Carmologic. Я пока только на середине этой книги, но то, что эта книга меня мотивировала и меняет мою жизнь, это однозначно. Я просмотрел все ваши презентации, и из них очень много важного вынес для себя. До этой книги я был потерян в депрессии, без цели и смысла. Все начало меняться с момента прочтения и использования этих законов. Самое интересное, что я знал об этом, но это лежало где-то в бессознательном. И ваша книга все это подняла и объяснила. Очень хочу глубже уйти в изучение этой работы и пройти у вас тренинг. Буду рад узнать, когда и где будут проходить ваши тренинги. И еще раз спасибо за такую огромную работу. Эта книга стала моей настольной и очень мне помогла. Мям польская. Зачитываюсь этой книгой. Не могу остановиться. Эвер Залла Абрели. Для всех, кто всерьез занялся личным ростом и развитием, рекомендую эти книги. В них вы найдете полезную информацию о самых важных факторах, которые необходимо учитывать. И, что я особенно люблю, написанные они простым языком. А вообще, учиться можно везде и у всех. Нужно быть чуть более внимательным к себе и другим. Хорошего дня. Таня Марсава. Слушайте рекомендации хороших людей. Очень благодарна Ксении Безугловой за то, что она посоветовала как-то в своем прямом эфире аудиокнигу Алексея Ситникова «Кармолоджик». Спасибо. Купила и слушаю с увлечением и удовольствием. Инструкция к жизни. Без воды. 500 страниц убористого текста самой сути. О чем книга. У нее очень красноречивое название. Залипнусь романом на вечер или даже весь выходной. Шикарное времяпровождение. Сказочный отдых. И пусть весь мир подождет. Лекторович. Снова мы летаем в облаках. А какое самое лучшее занятие в полете? Правильно. Чтение. Крайне необычная и концептуальная книга попала ко мне по рекомендации. Список рецензентов впечатляет. Начиная от министра здравоохранения и заканчивая автором НОП. Читаю с большим исследовательским интересом. Софья Чмоуч. Тот самый момент, когда ты получаешь в руки книгу, о получении которой ты мечтал с тех пор, как она появилась, и молча вытаскивая карту, открывая главу, ты читаешь. Благодарны за возможность быть сопричастной к метафизике. Левкова Оля. Фомбическое произведение. Бородкин, 1982. Привезли книгу Алексея Ситникова. Я ее очень ждал. Кормолоджик должен прочитать каждый, кто интересуется своей судьбой и кто хочет изменить свою судьбу. 900 страниц ценной информации, собранной со всего мира. Это глобальный проект. Алексей – выдающаяся личность. Ученый, исследователь, психотерапевт, экономист, политехнолог, маркетолог и еще много кто. Знания таких людей, которые делятся с нами, бесценно. Людмила Абанина. Друзья, это потрясающе. Только представьте, список использованной литературы состоит из 1049 единиц. За каждым законом огромный труд большой команды, собравший воедино главные смыслы нашего бытия. Спасибо вам, люди. Это мега круто. Ната Сурина. Сейчас как раз слушаю эту аудиокнигу. Интересная. Смакую каждый аудиофрагмент. Но мыслей по пути всплывает так много, что не добралась еще и до трети. Зато теперь добыла подпись автора. Вал новость для меня то, что Алексей Петрович задумал подобную книгу и для детей. Мария Смит. Книга чудесная. Как и весь проект в целом. Прекрасно структурирована. Заставляет задуматься и пересмотреть многое. Занозы букс. Кэрмолоджик – это моя вторая настольная аудиокнига. Пока мне дали ее только послушать, но я намерен обязательно приобрести собственный экземпляр в ближайшем будущем. Что мне понравилось? Каждый закос сначала четко и понятно описывается, а после предлагается к рассмотрению с точки зрения жизненного опыта знаменитых людей, религий, всех существующих, исторических фактов и психологии. Кэрмолоджик выступает в роли опоры, источника вдохновения и саморазвития. Все это подкреплено цитатами, которые заполняют страницы книги. С этими законами можно соглашаться, а можно спорить. Для каждого в этой книге найдется что-то свое. То, что важно, именно сейчас. То, что откликается на данном этапе жизни. Читая, не покидает ощущение, что все это сидит глубоко в тебе. Ты уже когда-то слышал, изучал, чувствовал это. Возможно, на интуитивном уровне. И открою секрет. Так и есть. Только в аудиокниге все эти знания собраны, упорядочены и поданы на блюдечки. Отдельную благодарность стоит выразить автору Алексею Ситникову за тот огромный труд, который он вложил за саму идею и, конечно же, за реализацию. Мое личное браво эта аудиокнига заслужила.